Здарова! Вы когда-нибудь задумывались над тем, как ученым удалось узнать из чего состоит солнце? Или из чего состоят другие звезды? Ведь туда нельзя просто так взять и отправить аппарат с пробирками, чтобы взять пробы. Но оказывается это и не нужно. От солнца в нашу сторону идет большое количество света, который несет огромное количество информации. Но нужно перед этим разложить этот свет на спектр и уже по этому спектру будет видно из чего состоит солнце. Называется все это дело спектрометрия и с помощью этого страшного слова ученые в лабораториях точно так же изучают из чего состоит вещество по тому спектру, которое оно излучает либо поглощает. В общем, чтобы наблюдать за спектром, нужен спектроскоп или лучше спектрограф, чтобы не только смотреть на спектры, но еще и делать крутейшие фотографии. В общем, сегодня я хочу собрать спектрограф из сантехнических деталей и парочки недорогих стекляшек. Когда-то давно я уже делал подобный прибор из дешевой веб-камеры и DVD диска. Этот прибор хорошо показывает основные и самые яркие спектры, но возможности этого прибора сильно ограничены возможностями камеры, которая в нем установлена. Поэтому сегодня я соберу спектрограф, используя более качественный прибор для фотофиксации. В основу прибора ляжет недорогая стеклянная призма и два увеличительных стекла. Для желающих поэкспериментировать со светом я оставлю ссылку под видео на эту призму и остальные запчасти. Если верить этой картинке, то если посветить на призму, мы увидим радугу. Но она не появляется. Все не так просто. Для начала нужно превратить свет в узкий луч. Это можно сделать, пропустив свет через тонкую щель. Я креплю два сменных лезвия так, чтобы можно было регулировать зазор между ними, получая очень узкую щель. Теперь посмотрим на свет люминесцентной лампы через щель и призму. Вот она радуга. Люминесцентная лампа имеет очень прерывистый спектр и мы можем отчетливо наблюдать отдельные пики. Но картинка все-таки очень размытая и нечеткая. Чтобы повысить четкость, нужно добавить еще две линзы. До и после призмы, как показано на этой схеме. Я использую простые линзы диаметром 40 миллиметров и с пятикратным увеличением, что бы это не значило. Если использовать одну линзу, то можно получить перевернутое изображение лампочки. После призмы эта лампочка уже не выглядит белой, она разваливается на спектр. А если добавить еще одну линзу, то лучи приобретают форму вытянутых линий. Вот такая магия. Теперь можно сфокусировать это изображение прямо на матрицу фотоаппарата без объектива. Это избавит от лишних искажений. Примерно получается, но чтобы получить более качественное и более детализированное изображение, нужно делать не видео, а фотографию с малой светочувствительностью и большой выдержкой. Для этого потребуется собрать полноценный прибор из стандартных сантехнических деталей. Да! Йос! Чертовы стулья! Вечно ломаются! Самый неподходящий момент! Выбираешь, выбираешь эти стулья, они то неудобные, то ломаются. Этот даже полгода не продержался, зараза! Да, мне нужно явно что-то не из этого мира. Что? Что происходит? Так, а что произошло со светом? О, а это что такое? Так, Зона 51, это что, там где летающая тарелка упала что ли? Ну-ка, а что здесь внутри? Ё-моё, это ж новое кресло! Кресло Зон 51 Сайберпанк – отличное решение для тех, кто долго сидит за компом, играет, смотрит сериалы или даже, может быть, работает на удаленке. Подушки под шею и поясницу не только обеспечивают комфорт, но также разгружают спину и поддерживают осанку в здоровом положении. Настраиваемые подлокотники регулируются в четырех положениях, снижая нагрузку на предплечье. Механизм мультиблок позволяет качаться, как на кресле-качалке, а регулируемая спинка откидывается на 160 градусов. Это позволит отдохнуть между катками или почти лёжа смотреть сериалы. На кресле установлен газлифт четвертого класса, это самый надежный и современный на данный момент. Надежное пятиконечное цельнометаллическое основание кресла выдерживает нагрузку не менее 150 килограмм, а колеса с полиуретановым покрытием обеспечивают плавное скольжение по любой поверхности, не царапая его. Внутри кресла Сайберпанк находится стальная рама и пена холодного отверждения, которое отлично держит форму и не проседает со временем, как обычный поролон в других креслах. Кресла ZONE 51 невероятно надежные, как и полагается товару премиального уровня, поэтому гарантия на них 3 года и при этом цена ниже на 20-30% по сравнению с конкурентами. У меня кресло цвета Cyan Fuchsia, а вы можете выбрать и другие цвета из широкой цветовой гаммы, чтобы кресло лучше вписалось в ваш интерьер. Если сомневаетесь покупать или нет, то вот вам промокод. Переходите по ссылке в описании, вводите этот промокод и становитесь обладателем премиум кресла по отличной цене. Основой корпуса будет муфта из 110 трубы. В ней я сверлю два отверстия под 40 трубу. Чтобы крепить линзы я буду использовать заглушки, в которых высверлена стенка. Они легко вставляются в отверстия. Теперь с помощью надежного клея приклеиваю линзы к пластику. Еще из одной заглушки я делаю регулируемую щель из двух кусков лезвия. Эту заглушку вставляю в сороковую муфту и получаю подвижный элемент, с помощью которого можно точнее фокусировать свет. Призму внутри просто приклеил на небольшой подставке, чтобы попасть на нужную высоту. Вот собственно весь прибор и готов. Теперь можно через него невооруженным глазом видеть спектры различных источников света, и можно даже их фотографировать. Кстати, получаются неплохие снимки, на которых можно прекрасно видеть весь спектр. Но чтобы сделать еще круче, все-таки придется снять объектив и проецировать лучи прямо на матрицу. Вот такие снимки спектра можно получить, тут очень хорошо видны все пиковые значения спектра. А вот инфракрасный фонарь, на нем указана длина волны 850 нанометров. Можно использовать его для калибровки, его спектр очень четкий. Теперь, используя два спектра, я построил линейку, по которой можно будет оценивать спектры других ламп. Давайте глянем спектр лампы накаливания. Ее спектр гораздо более ровный, а вот тут видите линию, это инфракрасный спектр, явный пик на 850 нанометров. Теперь стоит глянуть так называемую лампу черного света, или лампу Вуда. Она излучает в ультрафиолетовом диапазоне. Ее спектр тоже очень четкий, две явных линии в ультрафиолетовом спектре. А вот кварцевая лампа, она светится очень красивым светом, жалко что на нее нельзя смотреть, ведь она излучает жесткий ультрафиолет, который способен убивать не только микробов, но и роговицу глаза. И кстати, основной пик ультрафиолета этой лампы камера не видит, ведь он не может пройти через стеклянную призму, стекло поглощает такой жесткий ультрафиолет. Ну а теперь вот эта малышка. Это натриевая лампа высокого давления, такие устанавливают на фонарных столбах. Чтобы она разогрелась требуется несколько минут, после этого она превращается в настоящее маленькое солнце. Спектр у нее просто какой-то нереальный, тут целый частокол из линий. Ну с лампочками закончим, давайте глянем как светятся различные химические вещества. Для этого умные дядьки используют бесцветное водородное пламя и проволочки из платины. Ну а мы люди простые, нам и обычной газовой горелки хватит, а платину заменим на нихромовую проволоку. Эта проволока не окрашивает пламя, так что ее можно использовать в любительских целях. Кстати, вот так выглядит спектр горящего газа. Он очень тусклый и почти не виден на фоне других веществ, попадающих в пламя. Так что он не особо мешает. Я смачиваю химикаты дистиллированной водой, чтобы получилась кашица, и эту кашицу наношу на проволоку, а потом вношу в пламя горелки. Первым пойдет медный купорос, он окрашивает пламя в зеленый цвет. Спектр у него очень богатый, тут светится и медь, и серо, на спектре видно очень много вертикальных линий. Ну а вот, например, обычная сода, светится ярко-оранжевым светом из-за натрия. Вот ее спектр уже совсем не такой, мощная оранжевая линия и никаких других оттенков. А вот так окрашивает пламя нитрат калия, его спектр тоже очень насыщенный. И видно, что тут проскакивает даже инфракрасный спектр. Ну а вот так светится нитрат стронция. Он дает не только красный оттенок пламени, но также и явно имеет ультрафиолетовый свет в спектре. Хоть этот спектрограф и сложно сфокусировать поначалу, но потом с ним становится очень легко работать. И с его помощью можно получать очень классные снимки на любой фотоаппарат, а если есть возможность фокусировать прямо на матрицу, то это вообще классно. На все полезные штуки из видео я оставил ссылки внизу, а также там есть ссылка на магазин, где можно купить кучу классных химических реактивов для экспериментов. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне, и по-моему, получился вполне годный прибор, достойный вашего царского лайка. Ну а на сегодня все. Жду вас снова на Огненном ТВ. До новых встреч, пока!